Ну что ж, привет, ребята, Михаил, канал Video Game Addiction, Dreamfall Chapters. Так, нам нужно встретиться с этим чернокожим чуваком, но я уже забыл где. Так, встретиться... А, Барути его зовут, около памятника Коллапсу. Встретиться с Резой в Кормящей Деснице. Это, по-моему, всё рядом, и найти Хану Рот. Хану Рот. А, нам говорили, что она там какая-то вся из себя разукрашенная, Хану Рот. Ну, сейчас будем разбираться, в общем, по ходу. Да, заданий полно. Ну, что делать? Будем разбираться. Так, вроде бы сюда. Потом направо, и мы придём в... Ну, в это, к памятнику. Хера, он высокий! Охереть! Охереть! Почему у него, чё, ноги разные, что ли? Да, вроде нет, просто с одной стороны как-то так кажется. Ну, ладно. О, он, вижу, стоит. Ну-ка. Борути кажется обеспокоенным. Совсем на него не похоже. Борути кажется обеспокоенным. Не, как он себя. Спасибо, что пришла, Сиси. Конечно, как дела? На прошлой неделе, когда ты спросил у меня о Константине Вольфе, я сказал, что изучал счета по Камбе Мерсер. А ещё я помню, что спросил у тебя быть осторожным. И был. И сейчас. Просто я надеялся найти доказательства того, что Вольф берёт корпоративные взятки. И? Я кое-что нашёл. Неувязку, ведущую к нашей кампании. Единству. К Лею в Минске. Что за неувязка? Именно поэтому я и хотел с тобой встретиться на улице. Я не знаю, находится ли офис под наблюдением, отслеживают ли они мой Ирис или моё подключение. Серьёзно? Что происходит? Я пока не знаю, но мне нужно выяснить. Мой человек в Бакамбе Мерсер надпулся на переводы между синдикатом и единством. В нашу кампанию дают деньги из таких мест, откуда они должны. Корпоративные деньги. Это может быть просто недопониманием, этому может быть разумное объяснение, но может быть и... Серьёзно, это может быть серьёзно, поэтому нужно копать глубже. Проблема в том, что они могут следить за мной. Я не могу рисковать. Я бы не просил, если бы это не было важно, Сиси. Слушай, если Лею Минска берёт взятки, или что ещё хуже... Я хочу знать. Так что ты хочешь, чтобы я сделала? Подключись к серверам Единства и скачай данные. И как именно мне это сделать? Зайти со своего Ириса сетевого ID? Око выйдет на тебя уже через минуту, Сиси. Нет. Тебе понадобится нелегальный перехватчик данных и протокол чёрной маски правительственного уровня. И тебе нужно использовать несколько аккаунтов и точек доступа, чтобы передать все данные. Если задержишься слишком долго, в одном месте тебя могут прижать. Слушай, я полностью пойму, если откажешься. Это нелегально, и это может нам обоим доставить проблем. Я понимаю всю важность, но беспокоюсь о последствиях. В прошлый раз я нажила себе проблемы, пытаясь раскрыть корпоративный заговор. Я не хочу снова оказаться в комнате для допросов синдиката. Я ещё не всё спросила, как Борути про это узнал. Почему он копался в финансовых... в финансовых компаниях? У меня есть сомнения, но я не хочу работать на продажную компанию. Если у них что-то происходит, мы должны выяснить, что. Я не имею всякую информацию. Где Борути узнал об этом? Почему ты узнал эту информацию? У моего человека в Бакамбе Мёрсер есть доступ к потокам данных синдиката. Я просил его приглядывать за определёнными словами и именами. Это довольно иронично, оглядываясь на прошлое, но я искал любую грязь, которую можно найти на Константина Вольфа и Европейский Рассвет. На прошлой неделе мой контакт вышел на связь, он нашёл что-то странное. Большие пожертвования политической некоммерческой организации Европолиса. Я сказал ему, чтобы он отследил её. Вчера он сообщил мне, что закончил. Он обнаружил связь, но такого никто из нас не ожидал. Там были записи нескольких зашифрованных транзакций между Сидикатом и Единством и Уминской. Мой контакт беспокоился о причастности, он не хотел быть замешанным, что можно понять. Он предоставил мне достаточно информации для начала, сетевые, адреса, логины. Если мы сможем достать данные, я смогу их проанализировать, найти доказательства, нужные для любых дальнейших действий. Надеюсь, что там не будет ничего дурного. Может, кто-то нарочно пытается впутать в это единство, это было бы не впервые. Не верю, что Уминска берёт корпоративные взятки. В смысле, только не она, я доверял ей полностью. Не здесь. Я доверял ей полностью. Я сделаю это. С чего мне начать? Перед тем, как выйти из игры, мой контакт анонимно скинул всю нужную информацию. Я не могу рисковать и передавать их тебе, даже локально мой Ирис могут отслеживать. Я всё загрузил на эту криптовалюту, сетевой адрес, и невыщи, а используя её, чтобы передать мне данные, когда закончишь. Так что... Так, чтобы начать, тебе понадобится нелегальный перехватчик данных и протокол чёрной маски. Ты знаешь, что нужно для этого человека. Мира. Пандемиум. Пока ты получаешь данные, я пойду в офис на удалённое собрание компании. Если они как-то узнают о проникновении, у меня будет алиби, у нас будет время выбраться и замести следы. Замести следы? Господи. Это происходит на самом деле. Да, на самом деле. Я свяжусь с тобой позже, дам знать, где встретимся. Не знаю, сколько это займёт, но я постараюсь. Барути выглядит страшно. Не, как он себя. Да. Встретиться с Ризой так. Нужно ли нам сейчас встречаться с Ризой, кража данных, зайти в пандемониум к мире? Ну, давайте сначала двигаться, собственно, по одному делу, не будем кучу всего сразу брать. Пойдём пока по одному. Глядишь, и девку, может, по пути найдём. Эту Хану. Вот эти вроде пониже, нет? Такие же высокие. Стрекоза, эта девочка должна быть из банды Ханны. Зараза, стоять! Сучка мелкая. Опа. Девочка использовала люк, чтобы спуститься по землю. Сбоку есть метка. Так, и чё это? Там тихо, я ничего не слышу. Может, Воронёнок даст мне схему с расположением всех башен в пропасти? Холодная на ощупь. Не стоит свериться с картой. Из этой вентиляции не идёт пар. Может, Воронёнок даст мне схему с расположением всех башен в пропасти? Не поддаётся здесь замок. Думаю, мне нужен подходящий инструмент, чтобы его открыть. По следам Ханны найти вход в вентиляцию. Так, ну опять же, откладываем это немножко на попозже. Пока что продолжаем двигаться по заданию... Этого, блин, как его? И негритёнка этого из партии. Так, а верно ли я иду вообще? А где находится-то это? А-а-а! Пандемониум, он... Мы прошли его, короче, походу, да. Он же там рядом с памятником. Если ты знаешь, ты не можешь остановить тебя, я не могу ничего, чтобы демонстрировать тебе. Я знал, что ты не купишь ничего. Идём, значит, назад. Чё ещё делать? О, да, вот он. О, здравствуйте, сэр, или... Да вы нахрен издеваетесь, как вам ваш тихущий страховой план? Я же много раз тебя предупреждал, чтобы по шкале от 0 до 9, насколько вы довольны своей страховой премией, активировать защиту периметра. Ваш ответ ноль. Я собираюсь предложить вам невероятно выгодную сделку по страхованию на рабочем месте. Активировать защиту, поджарить эту... Бржавое ведро. Спасибо, что приняли это очень выгодное предложение о пожизненном страховании на рабочем месте. Пожалуйста, повторите своё полное имя, чтобы поставить цифровую подпись в соглашении с ОПТ и начать наслаждаться новой страховкой. Активировать защиту, сейчас же, активировать, активировать. Спасибо, что подписали соглашение на пожизненную страховку. Все сделки окончательные, возмещению не предусмотрено. Поджарить, уёбка, активировать. Спасибо, сэр или мадам, и приятного вам дня. Ну что за сраная дерьма. Забавно, да. Да, это было слышали. Так, этого-то нету. Мужичка большого нет, вот он. Да-да-да, мать, слышишь, ничего, с ним нельзя поговорить. Ганн, какого хрена ты пришла, лепесточек? Когда я даю тебе отгул, я жду, что ты возьмёшь себе отгул. Быть такой охеренно щедрый на меня не похоже. Я рада тебя видеть, Мира. Привет, Вит. Отсанет недоумка, он занят. Я уверена, он сам может за себя сказать. Это шутка такая, кутрия. Никто нахрен не лезет к Виту, кроме меня. Никогда этого не забывай. Что не так с защитным ограждением? Что с ним не так? То, что оно не работает, и его надо нахрен починить. Вот что не так. И, конечно же, я как раз продала нашего последнего ремонтного бота, а новый будет готов только через пару дней. Придётся позвонить поставщику и нанять одного из своих же ботов, и снова боги срут мне на лицо. А теперь отвали, я занята. Разве ты не сказала свалить? Чего ты хочешь? Мне нужна твоя помощь. Повтори-ка. Я точно не ослышалась. Я просто слышала, что я думала, что я слышала? Услуга. Мне нужна услуга. Значение слышалось. Ну и хорошо. Мне надо зайти на сервер и скачать кое-какие данные, только... Незаметно, легко. А что? Я бы предпочла не говорить. Я пас. Но я правда не могу. Я пас. Серьёзно? Ты не окажешь мне всего лишь одну услугу после всего, что я для тебя? Ты о работе, за которую я тебе плачу. Ган, бончон. Нет, нет, не окажу, пока не скажешь, для чего тебе. Не, если ты мне скажешь, почему. Ох, ладно. Мой друг Борути, тот парень во главе компан. И... Компания Уински, это твой социал-демократический чудус. Да, я знаю, продолжай. У Борути есть некоторые подозрения. Он просил меня зайти на их сервера и скачать... Данные, доказательства. Тебе нужны перехватчики и маскировка. Секунду. Готово. Попробуй пошевелить пальцами. Пошевелить. Давай уже кутрия. Хорошо, двигательная функция не нарушена. Мотово. Двигать, что ты? Мотово. 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 Я установила свой софт на Ирис. Туда же, куда я обычно увидишь, там, череп с костями. С ее помощью ты найдешь защищенные точки сети, чтобы скачать все данные. Тебе придется подключиться к нескольким хостам. Долго в одной точке не оставайся, иначе тебя поймают. Я не думаю, что она будет работать в помещении. Слишком много помех. Когда получишь данные, возвращайся ко мне, и я их расшифрую. А если не вернусь? Данные твои, технически. Я просто предлагаю помочь. Конечно же, никому другому их не расшифровать, так что выбора у тебя нет. И никаких скрытых мотивов? Никаких. А теперь убирайся, у меня тут работа, а ты отвлекаешь. А ты отвлекаешь, Вита. Этот купится никогда с твоей болтовнёй не сосредоточится. Сука. Я все слышала. Хорошо. Я позвоню тебе, как только ты активируешь перехватчик, но для этого ты должна быть на улице. В помещении слишком много помех. Сука. Я все слышала. Ну и хорошо. Еее. Блин, в натуре прикольно. Так, а как эти сратые серваки-то выглядят? Кажа данных, подключитесь к точке доступа. Искричайте данные с помощью своего Ирис. Ну, а как эти точки доступа выглядят? Я просто как бы хзэ до хрена. Слышно жужжание, как в элитической схеме или в вентиляторе. Может, воронёнок даст мне схему с расположением... Нет, не надо мне к воронёнку. Пока я просто подумал, что, может, мне эти штуки нужны. Так. Как же они выглядят, мать их, за ногу, а? Эй, здоровяк, не знаешь, как они выглядят, серваки эти ваши. Твою мать. Воронёнок уже здесь, и один такой весёлый, шумный, коренастый, и за пазухой своей, шестистволкой опасной. Сука. Так, успеется ещё. Было приятно вам помочь в такой хороший денёк, мисс. Там нет абсолютно ничего, что бы мне было нужно. Ирис, пожалуйста, активируй маскировку мира и включи перехватчик данных. Секретный агент Зои. Не хочу признаваться, но это довольно захватывающе. Ладно, Мира звонит. Я только что получила пинг твоего ириса. Твои показатели в норме. Думаю, что мой софт не несёт необратимого вреда нервной системе. Пока что. Это не волшебная палочка, нельзя просто ей взмахнуть и... Хотя, вообще-то, это и правда волшебная палочка. Когда её активируешь, она будет сканировать на наличие скрытых точек сети. Чем ближе ты к защищённой точке доступа, тем сильнее будет сигнал. У тебя будет визуальный звуковой индикатор. Когда придёшь достаточно близко, сможешь установить прямую связь и начать скачивать свои данные. Не задерживайся на одном взле доступа. Используй несколько точек, иначе перехватчик синдиката могут тебя отследить. Понятно? Стой, я не знаю, если... Возвращайся, когда данные будут у тебя, я их расшифрую. Не помни, Кутрия, если тебя поймают, мы нахрен не знакомы. А, так вот так всё просто оказывается. Её просто нужно было активировать. Ну ладно, окей, мне это нравится. Не знаю, видят ли эти пацаны это всё, или только это перед нашими глазами. Потому что это для них-то как бы странно, если я сейчас такой встану перед этим вот... Вот этим укромилой такой начну как всякие штуки скачивать. Я думаю, что он такой типа, эй, ватсап. В основании логотипа ВТ есть, точка доступа. Логично. Ладно, сделаем это. Первый аккаунт, фрожу. Успех. Скачиваю первый блок данных. Вот дерьмо, маскировка бьёт тревогу, нужно отключаться. У меня 37%. Ага, хорошо. Мне нужно найти другую точку доступа и воспользоваться вторым аккаунтом. Бежим, бежим, бежим. Оп, в текстурке можно уйти этой штукой. Я думал, она будет накладываться на стены, например. Но нет, но нет, увы. Так, иду, иду, иду по стрелочке. Ой, господи, какой огромный кинг делать. Куда же, куда же, куда же нам? О, нарастает. Внутри есть активная точка доступа, странно. Никогда не видела, чтобы кто-то пользовался этой лабораторией. И ещё разок подключаюсь. Загрузка. И пора включаться. 81% почти готово. Ещё одна точка доступа, и у меня будут все данные. Так. Ой, вниз, наверное, спускаться, да? Эх, это долго. Так. Да, действительно, нехерово так долго будет, но хуле делать. Сейчас я попытаюсь вспомнить, где здесь спуск. А-а-а, 10, сука, спусков. Вон, блин, самый близкий, зараза. Так. По-моему, вот здесь можно налево повернуть сейчас. Или нет, или там эти чепуречные всякие-всякая херня это. Сразу тут тоже не спуститься ни хрена. Ладно, вот тут какой-то спуск есть. Вот, абсолютно непонятно, вот по какой логике здесь перекрыты улицы. Вот, реально, вообще не догоняю. Просто в рандомных местах что-то наперекрывали. Оказалось бы, вот просто вот, прямую линию вот перекрыли, прямую дорогу вот какой-то, не знаю, нелогичную. Блядь, я снова сюда же пришел, сука, в натуре. А, ну а тут не пройти, окей. Ух, совсем уж большого крюка дали. Так, ну, да, вот мы наконец-то вниз спустились, сейчас налево. И там-то уже будет все. Опа. Опа. Ну ладно, прикольно, почему бы и нет. В этой стене есть точка доступа, думаю, ее остановили, когда Ока завладела зданием. Я не могу использовать эту точку доступа, но если только я очень-очень захочу, чтобы меня поймали. Да, 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 понятно. Так, а куда же дальше? Наверное, вон туда, где мы ходим, к психоаналитику. По-любому, там сейчас будет точка доступа где-нибудь. А мы только, блин, оттуда, а. Или нет, около нашего дома, я так понимаю. Да, скорее всего. Продолжайте свой путь, немедлительно не создавайте толпу. Ха. Бастуют там во все. Ну ладно, это их дело менять не касается. Опаньки. Я думаю, что они показывают, как бы тягу к солнцу, или может быть, не грубо, скетбол одной из двух. Внутри искусственного солнца ОБТ есть точка доступа, как все и говорили. Последнее. У меня уже паранойя развилась от этих предупреждающих сигналов. 97%. 97%. 98%. О, это все. Все данные про Зоуи. О, черт. Данные зашифрованы, как сказала Мира. Ну, у меня нет выбора, мне придется вернуться к Мире. Ох, сейчас бы вспомнить, как правильно там идти. Так, сейчас вниз и, по-моему, направо. Все мои персонелы, которые чувствуют безопасность и безопасность везде. Объявляйте все требования сразу. Не resist. Не question. Смотри сюда! Сварка, сварка. Дерьмобот, это ты? Значит, да. Разве Мира не продала тебя, подрядчику? Злой человек нанял меня для сварки. Защиту периметра нужно починить, починить с помощью сварки. Рада видеть, что ты живешь мечтой, дерьмобот. Но сейчас мне очень нужно попасть вовнутрь. Проходи, человеческая самка. Пожалуйста, имейте в виду, что приближение к дверям активирует защиту периметра. Вы ощутите моментальный дискомфорт, когда в 80 тысяч вольт придется сквозь вашу плоть. К счастью, дискомфорт будет кратковременным, потому что ваши нервные пути быстро расплавятся, а сердце разорвется. А, итак, когда я смогу пройти, чтобы ничего не разорвалось и не расплавилось? Когда я закончу сварку, человек в помещении снова сможет правильно настроить защиту периметра. Ага, знаешь что? Думаю, я вернусь позже. Хорошее решение, человек. Так, понятно. Значит, пока мы сюда не можем вернуться. Подождать, пока дерьмобот не починит периферийную защиту. Так, ну давайте тогда пока что-ли к этому к вороненку обратимся. Че уж, получим. В общем, бы помогло получить обзор всех этих вентиляционных шахт, или чем бы они там ни были. У тебя есть карта вентиляционных башен пропасти? Что, куколка? Ну, знаешь, полосады и башня с выходящими из них паром, они тут повсюду. Пап, придержи коней, подружка ковбоя, твой запрос обрабатывается. Ну, ерунда, ты говоришь о БЭС. БЭС, что еще раз? Старая беспроводная энергетическая система, БЭС. Ее закрыли много лет назад. Вент шахты еще стоят, но они не активны. Так, а почему оттуда идет дым? А, в паре нет ничего загадочного. Это просто побочный эффект от открываемых приемов в старую подземку. Будь я на твоем месте, меня бы больше не интересовали шахты, из которых пар не идет. Хорошо, можешь выслать мне карту пропасти со всеми шахтами в БЭС. Открыть соединение с Вороненком, напарница. Одна туристическая карта пропасти сейчас появится. Не стесняйся, слышишь меня? Ох, ох, ох. И что мне, на кой мне их чекать вообще? Ну, не знаю. Ну, давайте тогда, может, мы этим в следующем серии займемся. Там уже сходим мы к резе, там, и эти штуки поизучаем. Вот. Ну, вот просто интереса ради, да. То есть мы вот сейчас нажмем, она у нас с картой интересно пропадет. Так, так, так. Да, вот мы сейчас на одной стоим. Там тихо, я ничего не слышу. Холодная на ощупь. Из вентиляции не идет пар. Ага, она никак не отметилась, зараза такая. Ну, ладно. Окей, будем тогда в следующей серии разбираться на этом. Всем пока и удачи.